Мальчишки и девчонки, а также их родители Редактор субтитров А.Семкин Мальчишки На случай дождя мы взяли сегодня два плаща комплекта L1, поэтому дождь нам не будет страшен. Надеваем червя, забрасываем в прикормленное место. Попался небольшой карась. Хороший попался экземпляр. На жабрах у него еще есть небольшие пупыришки, значит он еще до конца не отнелестился. Заглатывает за верхнюю губу, значит он берет его сверху. Если долго не клюет, необходимо сделать шар из прикормки и забросить в место лова. Это рыбу спровоцирует наклевку. Очень важно прикармливать небольшими порциями. Карась небольшой, но приятно взять такую рыбку. Грамм наверное 250. Попался небольшой карась, но золотой. Подождем пока заглотит. Очень плохо заглатывает. Подошел карась к нашему месту. Пошли один в один. Карась. Лишки Васи зацеп какой-то. Карась утянул в траву. Крючок. Хорошие поросли. Черненькие. Необычная черная краска. Вызвало тем, что они живут одни. Их хватает за нижнюю губу. Значит он берет с земли. Красивая рыба. Карась. Долго ждал своего часа. Довольно хороший экземпляр. Небольшой. Но желтый. Вот такая круглая рыбка. Запался солнечный окунь. Очень красивая. Эклариумная рыбка. Но жалко, что большая не вырастает. Не маленький, хороший. Довольно симпатичный. Жарко пойдет. Попался большой бычок. Отклевал отлично. Вот такой небольшой карасик попался. 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 Попаться. Попался. NOW начнем геусора. Такой карась. В принципе, не очень большой, грамм по 150, но приятно. Червя нужно постоянно обновлять, чтобы он был свежий, не покусанный и спрятано было цевьё крючка. Несмотря на то, что поломанный уплывок, поклевки видно очень четко. Пошел, пошел, пошел. Небольшой карась, черненький в руках, не очень большой, но черненький. Продолжение следует. 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 Вы в этом месте тоже в садочке находите. Какой-то на воде интересные чмок они. И вот уже дело к обеду. 12 часов дня. Солнце, извините, очень жарко. Припекают колени. Рыбаки потихонечку начали разъезжаться и нам тоже пора домой. Рыбаков стало заметно меньше, кто с зонтиками еще остается. Но клев стал заметно хуже к обеду, поэтому смысла дальше рыбачить я пока не вижу. И приезжать на вечер тоже, потому что клев намного хуже, чем утром. Особо досаждают оводы, которые целыми стаями нападают на ноги. Поэтому берите с собой что-то от оводов и от комаров. Комаров пока нет, а оводы даже днем очень больно кусаются. Мы были на канале Взрослые дети. Смотрели видео о ловле карася в Коковском водохранилище. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok